Итак, вам всем хорошо известно, что Григорий Назиандзин или Богослов, сын епископа из города Назиандс, выдающийся религиозный мыслитель, поэт, сподвижник Василия Великого и один из трех вселенских учителей Восточной Православной Церкви. Прозван Богословом за его трактат и педагматики особый интерес к проблеме богослов. Он получил блестящее образование в Кисарии Каппадокийской, Кисарии Палестинской, Александрии и Афина, где, как известно, подружился с Василием Кисарийским и вместе с ним тщательно изучал сочинения оригена. Это проявилось в его богословской концепции, в котором, по словам Ивана Попова, много отзвуков оригенизма. Сюда относится своеобразная переработка оригеновского учения о вере и гносисе, учение о том, что Бог выше сущности, учение об уме, как посредствующем начале, через которое возможно было соединение бесплотного логоса с душой и телом человека, учение о существовании в загробном мире очистительного огня для грешников, некоторая неуверенность, это я цитирую Попова, в учении о вечности мучей. Конец цитаты. Исследователь указывает также, что из философских влияний на системе Григория Богослова более всего отразился неоплатонизм. Влияние оригена в том числе можно усмотреть, как мне думается, и в особой интерпретации Григория Мназианзиным «Песни песней». В большей степени, в наибольшее он на это, в первую очередь, делает упор, как мистического союза, не аллегория, а мистического союза между Церковью и Христом, и как выражение, прежде всего, любви человеческой души к Богу, мистического слияния с логосом. Показательно, что он по-своему пересказывает, обнаруживаемое в прологе оригена к его комментарию «Песни песней», указание на место книги в еврейской традиции, на запрет ее изучения до определенного возраста, особенно в азотерическом аспекте. При этом загадка, да, Григорий Мназианзин несколько вольно трактует этот запрет, утверждая, что у иудейских мудрецов существовало следующее древнее правило, я цитирую, «Не позволено людям всех возрастов изучать каждую книгу Библии, ибо не всякую книгу всякий человек поймет, и польза от этого будет не всякому человеку. Понятия, значения которых скрыты от неопытного человека из-за непонятных форм, могут ему повредить, в то время как определенные книги были разрешены всем и стали общим наследием, другие книги стали доступны только по достижении 25 лет и позже. Это книги, в которых под простым смыслом скрывается тайна милосердия, да, или можно перевести любви. Как отмечает Марвин Поуп, американский исследователь-библиист, такое ограничение на чтении «Песни-песни» не подтверждается в классических трудах еврейских мудрецов. В еменинском «Медраше к песне-песне», например, цитируется раби Цхак-Напаха, палестинский амора третьего поколения, четвертый век, который говорил, что каждый читающий песнь-песни в наши дни как тот, кто дает ложные показания, то есть читающий ее в простом обычном смысле, в прямом понимании текста. Медраж также утверждает, мудрецы говорят, что песнь-песня может быть прочитана в ее простом смысле, но глубина ее не будет постигнута ни судьей, ни главой города. Глубина здесь, очевидно, отсылает к эзотерической доктрине, а не только к простой аллегории любви Бога к Израилю. Конец цитаты из Марвина Поупа. Действительно, в своем аллегорическом аспекте песнь-песни никогда не запрещалась для изучения в еврейской традиции, но запрещалась и запрещается изучение ее эзотерического, мистического, каббалистического смысла до определенного возраста. Возраста духовной зрелости – 30 лет для неженатого человека и без руководства духовного учителя. Равно, как и запрещается ее публичное толкование в этом аспекте. То, что Григорий Назианзин преувеличивает этот запрет, позволяет утверждать, только предположение мое, что он воспринимает песнь-песни, прежде всего, как сугубо мистический текст, говорящий о великой тайне божественной любви и мистическом союзе между душой и логосом. И все же, по моим наблюдениям, духовному складу Григория Назианзина, как человека и как поэта, ближе всего была книга «Экклесиаста» с ее роковыми вопросами, скорбными интонациями, самоуглубленными раздумьями, которые соответствовали стремлению христианского мыслителя и поэта удалиться от мирской суеты и даже устраниться от церковной карьеры. Так показательно, что в 379 году Григорий был призван на епископство в Константинополь, чтобы бороться с орианством. В 381 году, как известно, председатель стал на Втором Вселенском Соборе, но в том же году отказался от епископского сана и вернулся на родину. Его тяготил. Обстановка смуты и интриг, увы, в самой церкви. Размышляя о Григории богословии как человеке и писателе, и сравнивая его с Василием Великим, Сергей Сергеевич Аверинцев пишет, Григорий Назианцев был ближайшим другом Василия Кисарийского, но трудно представить себе человека, который бы меньше походил на этого властного князя церкви, чем рафинированный, впечатлительный и самоуглубленный Григорий. Такая же грань разделяет их подход к литературе. Для Василия писательство средству повлиять на других, для Григория выразить себя. Исследователь подчеркивает, что диапазон лирики Григория включает глубоко личные мотивы «Одиночество, разочарование, недоумение перед жестокостью и бессмысленностью жизни». Так показать на начало одной из его философских элегий в переводе Аверинцева я и цитирую этот кусочек. Горем глубоким томим Сидел я вчера сокрушенный В рощи тенистой, Один, прочь удалясь от друзей, Любом мне средством таким Врачевать томление духа, С плачущим сердцем своим Тихо беседу ведя, Легкий окрест повивал ветерок И пернатые пели, Сладко дремой с ветвей Лился согласный напев, Борю сыпляя мою. Меж тем и стройные хоры Легких насельниц листвы, Солнцу любезных цикад Поднялись трекок немолочный, И звоном полнилась роща, Влагой кристальный ручей Сладко стопу освежал, Тихо лиясь по траве. Но не было мне облегчения, Не утихала печаль, Не унималась тоска. Античная пластичность, Античное изящество, Потрясающие по красоте И кристаллической ясности И легические дистихи Сочетание гексаметра И усеченного гексаметра, Который именуют, Часто неправильно, Пентаметром, Соединяется здесь С библейской проникновенностью И тонацией, По выражению Аверинцева, С христианской слезностью. Подчеркивая новаторство поэзии Григория Назиандия, Аверинцев говорит По поводу процитированной элогии. Ничего похожего На тихую прелесть этих стихов Мы не найдем Во всей античной поэзии. Конечно, Описанный здесь пейзаж, Исконный пейзаж Греческой буколики, Но человек уходит в него На этот раз Не за тем, Чтобы наслаждаться тенью И свежестью родника, Или играть на свирели, Как феокритовские пастухи. Я напомню, Что феокрит, Александрийский поэт, Это четвертый век, Конец четвертого века До нашей эры, Основоположник, Буколики, Да, Пастушевских стихов. Феокритовские пастухи, Как феокритовские пастухи, Но для того, Чтобы остаться совсем одному, Наедине с тяжелыми, Смутными вопросами О своем бытии, Конец цитаты. Подтверждение ученый Приводит строки поэта. Кто я? Отколи пришел? Куда направляюсь? Не знаю. И не найти никого, Кто бы наставил меня. Это центральные для него вопросы, Воистину экзистенциальные. Кто я? Отколи пришел? Куда направляюсь? Эти же вопросы О смысле жизни человеческой, О причине страданий, О противоречиях души В центре знаменитых Автобиографических поэм Григория Назианзина, В которых он выступает Как большой новатор. О моей жизни, О моей судьбе, О страданиях моей души. В этих поэмах, Отмеченных интимным психологизмом, Как падокийский поэт, Выступает как предшественник Августина Иппонийского С его знаменитой исповедью. Обычно как архитекст Всех этих исповедальных форм В европейской культуре Рассматривается именно Исповедь Августина. Но, честно говоря, Многому Августину Уже мог поучиться О Григория Богослова И у него впервые, Но не в прозе, А в поэтических, Стихотворных формах Выразилось вот это Глубинное погружение В собственную душу, Размышление О загадках собственной души И судьбы. И попытка постичь Самое непостижимое, Что может быть в этом мире Есть для нас, Самое непостижимое творение Божье, Сам человек. Что есть человек, Что ты помнишь о нем, Как вопрошают псалом. Восьмой. Поэтому горькие вопросы Экклесиаста, Ощущение разлада В мире и с миром, Томление духа, Вот то томление духа, Которое упоминается И в процитированной Философской элегии, Это буквально цитата Из Экклесиаста, Стремление осмыслить Философской элегии. Это центральные проблемы Поэзии Григория Назиандзина, И они оживают В его жалобах. Увы, Христе мой, Тяжко мне дышать и жить. Увы, нет меры, Нет конца отомлению. Здесь уже не эллигический дистих, А ямбические размеры. Кетраметры, Три метры Использует он, И очень искусно. Увы, Все длится странствие житейское, В разладе с целым миром И с самим собой, И образ Божий Меркнет в унижении. Какой же дуб Такие вихри выдержит? Какой корабль Такие бури вытерпит? Иссякли силы, Изнемог я в горести. Недоброй волей Отчий сан воспринял я, Приняв, Нашел святыню в поругании. Друзья врагами стали, Плоть не дуг язвит, Каменьями толпа Меня приветствует. Далече паства, Чадо же духовные Одни со мной разлучены, Другие же спешат предать. Увы, Печаль отцовская, А братья по священству, Злее недругов, Забыли и о трапезе таинственной, О равной доле В пастырском служении, О том, Что и в презренном Подобает чтить, Не подают мне утешение В бедствии спиной, Повернувшись к одинокому. Мне кажется, Эти строки актуальны, да? Конечно, особенно для христиан, Но и для любого человека, Пытающегося жить по совести Как-то осмысливать в своей жизни Какие-то вопросы, Карьеры, Соглашений, Ужасных порой со своей совестью. Это человек, И потому он вызывает во мне Огромное уважение, Огромную любовь, Который не шел на эти соглашения. Тот же Сергей Сергеевич Аверинцев Подчеркивает, Что совершенно неизвестный Античности надрыв, Надрыв скорби О помраченном Божьем образе В человеке Становится темой Византийско-религиозной лирики, Начиная с самого античного Из христианских поэтов. Григория Назианзина, Это очень точное определение, Самый античный из христианских поэтов. Или самый христианский из античных. В подтверждение этого Исследователь приводит Следующие строки поэта В своем переводе. Растлился образ Божий, Где спасение? Растлился образ Божий, Дар прекраснейший, Господень образ гибнет, О, злодей, злодей, Ты душу подменил мне, Как в огне горит. Вглядываясь в собственную душу, Григорий Назианзин С тревогой размышляет о том, Что душа и сердце, Исполненные отчаяния, Безнадежности, пессимизма, уныния, Становятся легкой добычей Не только темных мыслей и чувств, Но и темных сил. Как и экклесиасты, Единственным противоядием от этого, Единственной опорой он полагает Вер в Бога. Однако христианский экзегет и поэт Гораздо больше силы акцентирует Значимость благодати Божьей, Обращается к Богу со страстной молитвой. О, что со мной осталось, Боже, истинный, О, что со мной осталось, как темно в душе, Ушла вся сладость мыслей благодетельных, И сердце опустевшее в беспамятстве, Готово стать приютом князя мерзости. Не попусти, о Боже, Пустоту души опять своей Исполни благодатью. Вот этот диалог, безусловно, Здесь в качестве архитекста, Понятно, генеральных выступают И сами евангельские тексты, А вот, собственно, поэтический форм И псалмы, но и книга Экклесиаста, по моим наблюдениям, В первую очередь, этот диалог Будет продолжен дальше, Уже в раннесредневековой Византийской поэзии, Особенно в романах сладкопевцев. И, если позволено еще, Мы бы сравнили, Как поэты Западной церкви, Пишущие на латыни, В это время обращаются К библейским текстам И к той же книге Экклесиаста. Например, младший современник Григория Назиандина Понтии Мироний Павлин, Или Паулин, Или Павлин Ноланский, Это тоже IV век и начало V. Это один из выдающихся Латинских христианских писателей. Он родился в городке Бурдигали, В будущем Бордо, в Аквитании, В знатной и богатой римской семье. Там же получил начальное образование, Обучался риторике и поэтическому искусству У знаменитого Децима Магна Апсония, Который позднее стал учителем Будущего императора Грациана. Павлин был очень талантлив И стал любимым учеником Апсония. Он уже начал блестящую светскую карьеру, Но затем встретился С ревностной, богатой Христианкой Терасией, Женился на ней И стал сам не менее ревностным христианином. После утраты только что родившегося сына, Павлин и его супруга решают кардинально изменить свою жизнь. Они отправляются на Иберийский полуостров, Пиренейский, в Испанию, Принимают монашество. В конце 393 года, Распродав все свое имущество, Раздав деньги бедным, Павлин становится священником в Барционе, Нынешней Барселоне. Он живет как аскет, И его всячески поддерживает В следовании монашеской аскезии, Аскезия Терасия. Посватив себя также монашеской жизни, Она не расстается с супругом И становится верной его помощнице. Показательно, что некоторые послания, Содержащие наставления в христианском благочестии, Написаны ими обоими. Паулинус et Terassia peccatoris Грешные павлины Терасия Подписывают они эти наставления. Решительный отказ павлина от светской жизни, Его строгий аскетизм, Вызывают сочувствие и одобрение Таких прославленных деятелей христианской церкви, Отцов христианской церкви, Как Августин и Иероним Стридонский. Он же блаженный. Амбросий, Амбросий Медиаланский. Когда павлин явился в Рим, Он заслужил уважение, Любовь народа и знать о тем, Что, возможно, стало причиной Недоброжелательности По отношению к нему папы Сирицы. После этого павлин переселился в Нову, В компании, да, Вот отсюда он, Ноланский, Где служил епископом До самой своей смерти. Известно, что своей честной и чистой жизнью, Милосердием и любовью к людям Павлин заслужил ответную любовь Не только христиан, но и язычников, А также евреев, Которые особо оплакивали его кончину. О жизни и подвигах павлина Сложилось немало рассказов и легенд, Далеко не всегда достоверных, Пишет Федор Петровский. Одна из таких легенд Передана Григорием Великим В диалогах, да, В третьей части, в главе первой. В ней рассказывается о том, Как павлин, не имея возможности Освободить сына одной женщины, Попавшего в плен к вандалам в Африке, Дал продать себя самого в рабство. Сохранились в основном только те Павлина, которые были написаны Во второй половине его жизни. Прежде всего, это 50 прозаических посланий К различным лицам, В которых он размышляет Об искажении человеческой природы И образа Божьего в человеке. Вот это темы, В которых он перекликается, Пересекается с Григорием Назианзиным. И о необходимости для истинного христианина Преодолевать мирские соблазны. Среди этих писем выделяется письмо Лицентию, в котором он убеждает Лицентия пренебречь мирскими соблазнами И стать истинным христианином. Большая часть этого письма Написана в стихах, Которые, как очевидно думает павлин, Лучше помогут убедить Лицентия, Чем прозаическая проповедь. Заканчивается это письмо Таким искусным дистихом. «Будь же здоров, но живи, Посвящая жизнь Богу, Не миру, смертному. Истина жизнь, Если истинна жизнь, Если для Бога живешь». Перевод Петровска. Сохранилось более 30 стихотворных произведений Павлина Ноланского, свидетельствующих О его недюжинном поэтическом даровании И искусном владении стихом. Учился он при этом не только у Авсония, Но прежде всего у Вергилия, Горация. При этом его поэзия демонстрирует Органическую слиянность Приемов и ритмов классической латинской поэзии И смыслов поэзии новой, христианской, Опирающейся на библейскую топику и стилистику. Например, Павлин создает, И насколько мне известно, Первым в христианской поэзии Парафразы первого, второго и 137-136 На реках Вавилонских псалмов. Используя размеры Горация, форма другая, И даже прямые цитаты из него. Начало первого переложения открывается Начальным стихом второго эпода Горация, Который строка приобретает другой смысл. Беатус иликвипрокульвитам суам Ап им пиорум сегрегари цетипус Этими двумя строками Павлины передает Начало псалма первого. Блажен муж, который не ходил на сборище и нечестив. У Павлина звучат и реминесценции Заклисиаст и алюзии на него, В частности, в послании Павлина к Авсонию. Авсоний считал трагической ошибкой Своего ученика, погубивший его талант, Отказ от блестящей карьеры светской, Отказ от отчетного досуга, Служения музам. Авсоний был уроженцем Галиции, По словам Аверенцева и Гаспарова, Переживавший культурный подъем На исходе римской цивилизации И давший ряд первоклассных поэтов. Вот одним из них был Авсоний, Который сочувствовал христианству, Но воспринимал его умозрительно И не принимал присущего ему аскетизма. Христианские мотивы присутствуют в поэзии Авсония, Но остаются холодной игрой ума, Отмечают Аверенцев и Гаспаров, Его настоящая святыня, Литература, его духовная родина, Риттерская школа. Ну а в стихотворных посланиях Павлину Авсоний сетует на то, Что тот обрек себя на существование Среди варваров и призывает вернуться С пути аскета на путь цивилизованной Гражданской жизни Рима, На путь поэзии, к латинским каменам, Музам, я уже опускаю этот кусочек, Не цитирую, а вот в ответном послании, Три части которого написаны разными размерами, Павлик говорит об осознанности Изобранного им пути. Служить не Аполлону, Фебу, Но истинному Богу, С которым связаны благодать и спасение, Который велит кардинально Переиначить жизнь. Теперь сыною силою, Сильнейший Бог мне нравы изменить велит, За дар свой с человека ныне требуя, Чтоб жизнь отцу мы отдали. Делам ничтожным предаваться В праздности и вздорным сочинениям Он запрещает нам Законом собственным, И зреть велит нам свет его, Какой уловки мудрецов и риторов, Да и поэты нам темнят, Сердца пустым, не заражая мыслями, Оснащая лишь язык, Но направляют нас они к спасению И истинный познание. Перевод Петровска. Христианский поэт размышляет О необходимости жить по заповедям Христовым, И прежде всего именно потому, Что вне этого жизнь человека Совершенно суетна, Бессмысленна, В определении земной жизни, И человека, который призрак и пепел, Звучат явственные реминиссенсы, Или даже прямые цитаты из Экклесиаста. Но, коль ты слышишь, Как я иду по пути, Что избрал я, Сердце свое посвятив благому Богу И чтимой власти Христа, Как за ним я следую с полной верой, Как убежден я, Что Бог уготовил навеки награду Смертным за зло, Что они при жизни своей претерпели. Я полагаю, Отцу разумному это по сердцу, Он не сочтет заблуждением Жить по заветам Христовым, Христианину, И мне по душе эта жизнь, И нисколько не досаждает, Глупцом для идущих другою дорогой, Пусть буду я, Коль решение мое для предвечного Бога Будет разумным. Ведь век человеческий краток, И тело бренно, А сам человек вне Христа Лишь призрак и пепел. Что одобряет он или хулит, Ничтожно, как сам он. Гибнет он сам, И его заблуждения с ним погибают, И приговоры его умирают Вместе с судьей. Именно тем, Кто осознал бренность и суетность мира, Призрел его мнимые дары, Бог открывает путь к спасению, Свет истины, Сияния грядущего царства Божьего. Об этом пишет В своих элегиях, Написанных религическим дистихом, Или в стихотворениях, Написанных гексаметром, Павлину Ноланским. Я уже пускаю цитаты, Да, все завершаю. Показательно при этом, Если сравнить То, что мы видим У Григория Назиандина И у поэтов латиноязычных. В этом ряду еще Аврелий Пруденций, Или просто Пруденций, Современник Павлина Ноланского, Которому уже не могу сказать. Так вот, У поэтов западного христианского ареала Все-таки нет Прямого обращения К тексту экклесиаста, Отсутствует его переложение Парафразы, И эти реминисценции Не столь часты И не столь присутствуют Точные цитаты Или топика экклесиаста, Как и у Григория Назиандина. Хотя в IV-VI веках, Если смотреть нам на ситуацию, Латиноязычные христианские поэты Бесконечно перелагают стихами Различные книги Ветхого и Нового Заветов. Это становится традицией. При этом делают это, Опираясь на риторические традиции античные. Начало этому положил в IV веке Ювенг, Своим переложением Евангелия. Около 430 года целей Сидули Сочиняет целый стихотворный эпос На эту тему Пасхальную песнь, В которой излагаются события Как Нового, так и Ветхого Завета. Африканский поэт Конца V века Блосси Эмилий Драконтий Пишет лироэпическую поэму «Хвала Господу», В которой соединяет материал Ветхого и Нового Завета. Оратор, ученик Эннодия Перелагает стихами Деяния апостолов В 544 году Читает эту поэму в Риме При огромном стечении народа. Одновременно такие поэты, Как Киприан, Марий Викторин, Иларий Арльский, А. Вит, Последний считается Самым талантливым Перелагателем Библии, Создают поэмы На ветхозаветные сюжеты. И исследователи полагают, И очень авторитетные, Что усилия этих поэтов Сознательно были направлены На то, чтобы мирян Ознакомить с событиями, Сюжетами, Самыми главными Ветхого и Нового Завета, Светхозаветной и Новозаветной Историей. Грабарь Пассет пишет, Почти все они начинают Свои поэмы с истории Сотворения мира И продолжают повествование О последующих судьбах Рода человеческого, Иногда завершая его Концом всемирного потопа, Иногда гибелью Содома и Гаморры, Иногда доводяя его До рождения Христа. При недоступности Для широких кругов Полного текста писания Эти поэтические переложения Были нетрудным чтением, Сообщавшим основные факты Библейской истории. И что можно из этого заключить? Что, по-видимому, Отличающаяся все-таки Сложностью и парадоксальностью Временами и даже Какой-то аллогичностью, Что стало камнем Претновения и для еврейских Экзагетов, Когда они обсуждали Включение или не включение Книги в канон, Эта книга не очень-то подходила Под определение Нетрудное чтение И в целом не была, наверное, Подходящим чтением Для новообращенных христиан. И, безусловно, То прочтение глубокой книги, Некая корреляция Его собственных духовных устремлений И устремлений поэта С теми роковыми вопросами, Которые подняты у экклесиаста Или экклесиастом Для... У Григория Назианзина, Конечно, выражены Глубше, ярче. В целом, и духовные вопросы Глобальные, экзистенциальные, Которые поставлены в его поэзии, И прикосновения к книге Экклесиаста Глубже, чем у замечательных, Тоже уважаемых поэтов Христианских, латиноязычных Поэтов западного мира К этого времени. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Если какие-то вопросы есть, Попробую ответить. Только вот в целом Само знакомство, да, У публики широкой С тем, что в Библии Благодаря запоминающимся стихам, Да? Конечно, в западном мире Вся эта деятельность Представлена в это время Гораздо больше, чем В мире восточном. Тогда. Но глубина погружения В библейские вопросы, Вообще в духовные вопросы, Конечно, глубже в это время Отцов восточной церкви. А Григорий, ну, по-моему, Да, такое уникальное явление В том, что талант Великого экзегета, Учителя церкви И очень большой политический талант. Да, очень редкое сочетание. Вот если позволено Такое дерзкое сравнение, Такое же сочетание, Но в данном случае Пророческого дара, да, Дара духовного учителя Великого И поэтический талант Исследователи дружно Отмечают у пророка Исаии, Книга которого Это эталон поэзии На иврите, На древнееврейском. Это шедевр поэзии. Таких примеров немного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова